К сожалению, не все ветеринары так внимательны и добры. Часто цены на их услуги – звериные отношения к пушистым пациентам. Ну, какой-то волчий. У меня есть подтверждающие документы, что во время процедур кошки сломали кости таза. Скажите, пожалуйста, клиника намерена как-то отреагировать на эту ситуацию? Я могу у вас только связать руководство. Подобные обещания Елена слышит уже не в первый раз, но ответного звонка пока не дождалась. Поехать самой в клинику, чтобы лично взглянуть в глаза докторам, нет возможности. На руках у девушки обездвиженный инвалид. Всего месяц назад жизнерадостная умка была восходящей звездой соцсетей. Одним движением лапки собирала лайки. Пока не попала в лапы сотрудников, вполне приличный на вид ветклиники. Ездили к врачу в том же городе, но уже в госветклинику. Он сказал, я их знаю. Репутация на самом деле у них не самая лучшая. Репутация у столичной ветклиники, где покалечили салли, проводя рядовую операцию по стерилизации, была приличная. По крайней мере, по отзывам в интернете. Реальность, рассказывает хозяйка собаки Ольга, оказалась другой. Собака стонала, ныла, лежала у них в клетке на полу, просто на пеленке. Вся была в моче. Врач, который дежурил ночью, сказала, она всю ночь ныла, выла. Мы вообще боялись, что она соседей разбудит. Я говорю, может быть, ей было плохо, больно. Говорит, ну что вы придумаете, эта собака. Мне казалось, что я приеду в клинику, а там врачи, у которых есть дипломы. Впрочем, как выяснилось позже на суде, как раз дипломов у тех, кто у маленькой салли вел лошадиную дозу наркоза, не было. Операцию, за которую заплатили немалые деньги, делали практиканты. Зато на этих кадрах вполне дипломированные специалисты. Вот врач опускает руки в мусорное ведро, а спустя мгновение, даже не обработав перчатки, спокойно продолжает манипуляции с животным. Сойдет и так. И в большинстве случаев сходит с рук. Среди медиков, даже если они зоо, критиковать коллег не принято. Только администратор уже другой клиники, куда мы обратились за консультацией, немного приоткрывает ветеринарную кухню. Приносят животных из других клиник. Клиенты тратят драгоценное время и деньги. И приносят уже животных с осложнением. А вот осложнения у недобросовестных ветеринаров бывают редко. Участники, а их в этой сфере большинство, по факту практически никем не контролируются и не проверяются. Чтобы открыть бизнес, необходимо в данной сфере только финансовое вложение. Данная деятельность, к сожалению, не лицензируется, хотя должна, с учетом того, с какими проблемами в последнее время сталкиваются клиенты клиник. По крайней мере, сделала бы этот сегмент менее привлекательным для мошенников и любителей быстрой наживы. А также предоставила хоть какие-то официальные гарантии владельцам животных. Которые на данный момент, передавая свое лохматое сокровище в руки докторов, каждый раз совершают некий прыжок веры. Надеясь только на правдивость отзывов и человечность кошачьих и собачьих врачей. Тема продолжим с председателем комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым. Владимир Владимирович, доброе утро. Очень тяжело, больно было смотреть этот сюжет. Нам кажется, что пока ветклиники не лицензируются, животные будут страдать, будут умирать. Что вы скажете? На мой взгляд, необходимо сделать несколько вещей. Первое. Это вернуться к лицензированию этой деятельности. Вы абсолютно правы. Потому что у нас в стране было лицензирование ветеринарной деятельности. Некоторое время назад от него отказались. Отказались, на мой взгляд, необоснованно. Но лицензирование, это, мне кажется, не единственное, что нужно сделать в этой части. С моей точки зрения, необходимы еще реестры ветеринарных врачей. Потому что человек не всегда приезжает в клинику. Иногда он вызывает ветеринара на дом. И вот кто приедет в этой ситуации, вообще непонятно. Поэтому, на мой взгляд, для того, чтобы не приезжали люди и не лечили животных, люди, у которых вообще нет ветеринарного образования, а такие случаи сегодня бывают, у нас прямо есть ряд кейсов, когда ветеринары не имели вообще никакого образования. Они просто резали, вот как представляли себя. Нужны вот такие реестры врачей, для того, чтобы каждый человек мог зайти на интернет-сайт и проверить, а такой врач существует, у него есть действительно диплом, когда он выдан. Владимир Владимирович, кто на себя должен взять всю эту заботу? Минсельхоз? Значит, мы с Минсельхозом буквально вчера проводили переговоры по этому поводу. Минсельхоз выразил поддержку в тематике возвращения лицензирования. Поэтому мы сейчас будем готовить законопроект на эту тему и инициировать возвращение вот этой процедуры. А про реестр вы с Минсельхозом не говорили? Про реестр мы тоже говорили. И это еще не все, потому что важно не только кто лечит и где лечит, важно еще и как лечит и чем лечит. У нас есть еще две очень серьезные проблемы. Одна это отсутствие ветеринарных протоколов, то есть понятных алгоритмов лечения заболеваний у животных. Нету никаких протоколов, то и стоимость совершенно, извините за такое слово, с потолка она и берется. Тут тоже как владелец животного подтвержу, наверное, даже не то, что стоимость лечения, а стоимость анализов, которые назначают, но ты не знаешь, они вообще нужны или нет, а назначают вообще весь спектр. Все возможности клиники у тебя потом в чеке указаны. Вот такого быть не должно. Нужны протоколы. И четвертое это медикаменты. У нас беда с медикаментами. Лекарства для животных, которые используются сегодня ветеринарные, они имеют очень маленькую номенклатуру. Поэтому сейчас мы ставим также вопрос о разрешении использования препаратов, официальном разрешении использования препаратов, которые используются в медицине, когда лечат людей, в ряде случаев, когда лечат животных. Ну, на самом деле, мы сейчас с вами обсудили все вот эти аспекты, и получается, что поле абсолютно дикое в оказании ветеринарных услуг. Мы надеемся, что в ближайшее время законопроект все-таки появится, и все будет приведено в соответствие. Правильно так? Да, но вы действительно правы. То есть, фактически, ну, если уж положа руку на сердце, то практически нерегулируемая или слаборегулируемая сфера деятельности сегодня. Хотя речь о живых существах идет и о жизнях. Спасибо вам большое. Мы говорили с представителем комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимиром Мурматовым.